Прививки цитрусовых культур И Сергей Маренков, коллекционер тропических растений, он нам очень подробно об этом, обо всем рассказывал. Найдите, пожалуйста, этот ролик и посмотрите. А сейчас мы продолжим разговор в его уже оранжерее, где здесь много привитых растений, уже плодоносящих, и которые находятся в стадии роста, и вот как дальнейший уход за ними осуществлять, за этими привитыми растениями. Вот уже следующая стадия, да, Сергей? Ну да, это вот лайм был привит. Вот на дикое цитрусовое растение был привит лайм. Вот здесь вот почка, вот видно прививку, да, обвязка почти уже истлила сама по себе, потому что она натуральная и латексная, она сама разлагается под воздействием атмосферы. Вот. Потом здесь, когда проросла культурная часть, вот лайм, да, это было, ну, такая прищепочка сделана, чтобы он рос в вертикальном положении. Вот. Я вот сейчас ее уберу, и будет видно, что вот здесь вот выше прививки прорастает дикарь, это, то бишь, ну, не культурное растение, как бы, вот его обязательно нужно убирать. Потому что… То есть это росточек подвое, на котором… Росточек подвое, да, это как его. Потому что если дать ему расти, он моментально вырастет в большое растение, это как его, а культурная прививка так и останется в таком положении, как бы, она потом отсохнет. А тянет на себе и соки, да. Вот. Поэтому, как только увидели, что прорастает, это как его подвое, его нужно обязательно убрать, вот, чтобы росла культурная часть. Вот еще скажите, пожалуйста, вот в таком стаканчике сколько мы должны держать вот такой привитой растеницы? Ну, как вот у вас вырастет веточка какая-то культурная, ну, я не знаю, она бывает, вот вырастет 5 сантиметров, да, бывает 25, ну, в зависимости от силы роста, я не знаю, сложившихся обстоятельств и так далее. Там, это удобрение и так далее. Вот. Как только она это вызреет, вы срезаете этот, и можно ее пересаживать. В принципе, можно и сразу пересаживать. То есть это несколько месяцев где-то мы держим, но сразу большой горшок сажать не надо. Нет, когда пока не вызреет ветка культурного растения, потому что, как бы, ну, она будет приживаться, почка, да, и вы будете манипуляцией проводить с корнями. Лучше, конечно, этого не делать. Все понятно. Ну, и дальше мы вот рассматриваем здесь взрослые уже деревца цитрусовые. У многих ведь растут именно взрослые цитрусовые деревья. Ну, большенькие, так сказать. Которые выращены из семечка, и вот человек ждал, ждал несколько лет, но такое деревце выросло, оно у него не плодоносит. Вот посмотрите, Сергей показывает здесь, как можно перепривить или привить культурным сортом вот такое вот растение. Вот здесь вот одна прививка, да, еще не снята здесь обвязка. Вот прививка почкой, как мы в первом ролике показывали. Вот здесь вот вторая прививочка вот тоже. Видите, вот центральная, это была основная ветка срезана уже, да? Да, она выбирается, как бы это выбирается более-менее, ну, ветки асимметричные, чтобы потом, когда начнут расти культурные побеги, они были в кроне как бы симметричные, в разные стороны выходили. Вот здесь вот, например, тоже прививочка, вот она проросла уже, культурная часть. Здесь обвязка уже будет снята. Обвязка снята, и видно вот прививка, разрезы все видны, и вот она начала прорастать. И вот она пойдет в эту сторону ветка расти, и получится симметричное растение. Здесь тоже вот этот вот побег вот этот вот со светлыми листьями, да, это выросло уже, это культурное, потом он, когда вызреет, вот эта вот часть срежется. Отлично, то есть вот на этом у вас растение привито раз, два, три, четыре, пять, да? Четыре, наверное, четыре почки, наверное, да, четыре, раз, два, три, четыре, да. Одного сорта, это привит лимон сорта генуя, или по-английски звучит дженуа. Вот, можно, в принципе, прививать даже несколько сортов в одну крону, и у вас будут, например, на одной ветке апельсины висеть, на другой лимоны, на третьей там цитроны и так далее. Ну что ж, отлично. И еще вот напоследок, посмотрите, пожалуйста, вот за нами такое замечательное растение цитрусовое, это японский мандарин, вы говорили, да, он тоже привитый, и посмотрите, как замечательно он плодоносит. Вот здесь вот лимоны у нас висят уже полностью, цитроны полностью созревшие тоже, то есть вот при такой технологии прививки... Да, вот при такой технологии за год вырастает, вот прививка была сделана, видно, вот какие остатки подвое, и вот за год вырастает вот такое деревце. А потом вырастает вот такое деревце, красивое, плодоносящее и радующее своими плодами всех жителей этого замечательного дома, всех членов семьи и гостей, в частности, нас и вас. Заходите на наш сайт и удивляйтесь вместе с нами. Продолжение следует...